МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Махмуджаном Дамуламом, вице-президентом Союза ученых Восточного Туркестана, отправилась в Малайзию 23 марта, чтобы встретиться с мусульманскими общинами в разных городах, а также ведущими неправительственными организациями и лидерами общественного мнения Малайзии. Делегация рассказала о продолжающемся геноциде в Восточном Туркестане, борьбе за Восточный Туркестан и о том, как исторически мусульмане проводили священный месяц Рамадан в Восточном Туркестане. Уйгур, получивший статус беженца в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев, недавно был задержан сотрудниками Службы безопасности Египта. Выяснилось, что в этом году 38-летний уйгурский беженец Билал Абдур-Керим получил разрешение на временное проживание в Турции. У него есть жена и четыре ребенка. Из новостей, распространяемых в социальных сетях и из первой информации, которую мы получили, следует, что Билал Абдур-Керим пропал утром 21 марта. Согласно полученной информации, египетская полиция пришла к нему домой в ночь исчезновения Билал Абдур-Керима и потребовала документы у его семьи. Британская Daily Mail 23 марта опубликовала отчеты стратегических исследований взглядов британской общественности на коммунистическую партию Китая, согласно сообщениям, основанным на публикациях организации Redfield and Wilton. Согласно отчету, большинство британцев обеспокоены растущим влиянием Китая. И более половины считают, что Китай представляет серьезную угрозу миру во всем мире. Президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация не заключает никакого военного союза с Китаем, но развивает сотрудничество, в том числе, в военно-технических вопросах. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены после совместного соглашения, подписанного 26 марта министром иностранных дел Китая и Гондураса. За несколько часов за подписание соглашения Гондурас объявил о разрыве дипломатических отношений с Тайванем, которые он поддерживал в течение 82 лет. Генерального директора TikTok допрашивали в течение пяти часов. Шоу Цзэчу, генеральный директор китайской платформы социальных сетей TikTok, запрет которой находится на повестке дня в США, заявил в Конгрессе, что компания пересматривает свою политику по предотвращению редоносного контента, особенно для молодых пользователей. Цзэчу заявил, что компания не контролируется властями Китая. Однако ответы Цзэчу не удовлетворили законодатели США. «Ваши технологии буквально приводят к смерти», сказал представитель Конгресса Газбили Ракис, заявив, что в TikTok отсутствует модерация контента, которая позволяет детям знакомиться с методами, пропагандирующими членовредительства. Сессия, которая длилась около пяти часов, привлекла внимание жестокой позиции законодателей, республиканцев и демократов по отношению к Чу. Хотя Чу Цзэ предпочитал давать развернутые ответы на вопросы депутатов, тот факт, что конгрессмены требовали от него четких ответов в форме «да» или «нет», значительно повысил напряженную атмосферу на сессии.